Дезертир 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 крупного преступного синдиката. И всё? Ну ладно. В общем, мы помогли Эмили, и она прям прорывается со своими сенсационными материалами, а мы тем временем бежим дальше. В надежде найти, конечно же, что-нибудь интересненькое, ну и вылететь уже с этой хреновой цитадели. Вот такие вот дела. Ладно. Чё-то мы, кстати, в лифте немножко кривовато стоим, по-моему. Так. Здесь мы, если мне не изменяет память, ничего найти вроде бы не можем. Кстати, вот ещё один. Но мы его уже смотрели. Океишки, значит, осмотреть второй раз его не получится. А жаль, было бы просто и изящно. Так. Здесь тоже ничего нету. Здесь, скорее всего, есть, но нам неинтересно. Поехали на лифте ещё раз. Послушаем ещё какую-нибудь новость. Хм. Кстати говоря, там какой-то квест. Интересно, что это. Давая дань памяти событиям на Итан Прайм, мы включили в эфир рассказ о нирале Батия. Преданная жена и талантливый повар, Батия вступила в Вооружённые силы Альянса в рамках специальной образовательной программы. После окончания службы Батия планировала открыть свой ресторан. Вместо этого она отдала свою жизнь, защищая колонистов на Итан Прайм. Чтобы узнать больше о солдатах, воевавших на Итан Прайм, и о возможностях военной службы, зайдите на страницу Вооружённых сил Альянса в экстренете. Ключевое слово. Отвага. Окей, зайдём. Надеюсь, это будет действительно интересно. Хотя, как-нибудь в другой раз, я думаю. Итак, что у нас здесь за вопрос? Вопрос у нас здесь понятен. Так, хорошо. Нам с вами, насколько я не ошибаюсь, я, по-моему, именно не ошибаюсь, нужно всё-таки проследовать. Давайте на машине прокатимся так реально быстрее. Сейчас, где у нас тут Президиум? Не Президиум. По-моему, Президиум, башня Цитадели. Да, вот нам на башню надо. И надо было сразу так сделать. На самом деле, это быстрее. Но зато мы услышали два диалога. Это первый о репортерше, второй, соответственно, о бате. Вот такие вот дела. Такие вот пироги. Но нам в другую сторону. Что ж, капитан Андерсон, я надеюсь, вы мне поможете стать героем, как вариант. Пойдёмте. Удина демонстрирует совету доказательства, полученную к варианке. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к Каналу. И на шаг приблизил возвращение Пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Сарен будет лишён статуса Спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Бенезии. Кто это? Матриархи – это Азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Бенезии – очень сильный биотик, и у неё много последователей. Для Сарена это могущественный союзник. Меня больше беспокоят Пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гетта. Пожинатели – древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Гетты верят, что Пожинатели – боги, а Сарен – пророк их возвращения. Нам кажется, что канал – это ключ к их возвращению. Сарен ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Сарен полагает, что с его помощью можно вернуть Пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите. Сарен хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли Пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Я предупреждала вас о Сарене, а вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Сарен предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует гетто в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что Пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарена. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь геттоф на свою сторону. 50 тысяч лет назад Пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей Спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в траверсе. Вот и пошлите туда свой флот! Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает гетам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Вы игнорируете каждую нашу просьбу о помощи. Я согласен с капитаном. Я уже устал от этого совета и от всей античеловеческой. Посол, возможен другой вариант. Есть способ остановить Сарена, но без флота или армии. Нет, еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность спектров. Вам не придется посылать флот в траверс, а посол получит спектр человека. Все счастливы. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Решением совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ. Воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они правая рука совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они защитники мира в галактике. Они наша первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Вы знаете, где мне его искать? Мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине. Заседание совета закрыто. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Вот говнюк. Хоть бы спасибо сказал. Я не нашла Сарена. А это значит, что я ничего еще не сделала. Идемте. После вас, Шепард. Ура! Мы стали капитаном Шепардом. Ну, в смысле, мы и были капитаном. Ну ладно, теперь мы стали Спектром. Бонус Спектра. Обучение Спектров открывает доступ к навыкам обаяния и устрашения. Собственно, по-моему, по идее, теперь мы наконец-то сможем прокачаться нормально. И... Вот, да. Обаяние и устрашения. Теперь повышает обаяние до восьмого уровня. В диалогах появляются новые варианты ответов. И вот теперь мы с вами сможем убедить того зазнайку нехорошего. Ладненько, давайте попробуем. Мне просто интересно. Сможет ли он, так сказать, оставить его в покое? Где он у нас там был? Мне надо будет отправиться сюда. Президиум. Нет, не Президиум. Пожалуйста. Жилые сектора. Клиника, рынки, логовы, коры, СБЦ. Нет, все-таки, по-моему, это вход в жилые сектора. А потом мы справимся с вами в СБЦ. Где, по-моему, и встретим кое-кого. Да, я правильно вспомнил. Нам нужны минуты. Да, сейчас мы завершим быстренько этот квестик, по идее, быстренько. Ну-ка, удалось решить проблему с этим Ханаром? Так, пусть читает проповеди. Президиум — это культурный центр. Нужно проявлять уважение. Религиозным фанатикам с идиотскими идеями здесь делать нечего. С какой статик Медузам должно быть особое отношение? Все остальные расы чтут законы. Кто-нибудь вообще жаловался на этого Ханара? Пока нет. Но любой хороший офицер СБЦ устраняет проблему до того, как она причинит беспокойство общественности. Вы зачитали Ханару закон. Если он попадет в неприятности, виноват в этом будет только он сам. Думаю, я могу сказать начальству, что попытался найти дипломатическое решение. Какой-нибудь другой офицер СБЦ может арестовать Ханара. Это уже не моя забота. Спасибо за помощь. Ну вот, и тому помогли, и этому плюсовым очков героя получили, что, кстати, довольно немало. Офицер ушел. Проповедник сможет разделить благодать вдохновитель. Он благодарен человеку за это. Рада вам помочь. Проповедник не богат деньгами, но может предложить человеку кое-что. Наконец-то проповеднику не будут мешать делиться истиной. Все расы должны признать вдохновителей, тех, кто привел их к просвещению. Ну, в общем-то... Там, где раньше была тьма... Мы сделали все, что могли, поэтому почему бы нет. Кстати говоря, надо к послу Удине заехать. Я забыл немножко о башнице-тоннеле. Так, посольство. Посольство, да, нам нужно именно сюда. И зайти к послу Удине, поболтать с ним немножко, буквально чуть-чуть. И, в принципе, можно уже тогда не ехать в СБЦ. Встречать, по идее, там Гаруса. И на этом вроде все. Насколько мне не изменяет кэш-память. Потом мы сможем, наконец-то, уже отправиться на нашем кораблике куда угодно. Так. Стоп. Эй, посол. Вы где? Эй. Посол. Черт. Кажется, я проманался как-то не в ту сторону. Ну, ладно. Будем выбегать отсюда. Надо, кстати, посмотреть, где еще и каких я не отметил... ...карабиков. Ладно. Окей. Давайте тогда все-таки отправимся в Академию СБЦ. Так, живые сектора. Ай, блин, зря, 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 зря. Я забыл. Я забыл. Черт. Перед тем, как отправлять... Вон, кстати, Гарус стоит. Можно с ним поболтать. Сейчас, перед этим я все-таки какое-то что сделаю. Простите меня, пожалуйста. Так. Логовый корр, рынки сверхновая. Нет. Президиум. Все-таки посольство. Надо заскочить к начальнику Гаруса, насколько я помню еще. Вот я только не помню. Перед общением с Гарусом или после все-таки. Так. Потому что теперь-то у нас полномочия. Мы же теперь Спектр. Мы же не просто какой-то там Капитан Шепард. Теперь мы можем делать что угодно, где угодно и с кем угодно. Все-таки сделали. Я знал, что одному из вашей расы суждено стать Спектром. Надеюсь, вы окажетесь лучше, чем тот, за кем вам придется охотиться. Я сделаю все, чтобы остановить Сарана. Хм. Это-то меня и беспокоит. Вы что-то хотели? Похоже, вы не очень-то любите людей. Нет. Я просто не доверяю вашей расе. Пока не доверяю. Вы, люди, хотите заполучить всю возможную власть. И эта власть вам достается. Если Совет хочет сделать людей своим новым ручным любимцем, это их дело. Но я этого не одобряю. Совет относится к нам, как к существам второго сорта. Нам все достается с боем. С боем? Так бейтесь. Но не надейтесь, что мы вам что-то добровольно отдадим. Я занятой человек, Капитан. Мы закончили. Мне пора. До свидания, Капитан. Ну, как видите, он нас самую малость ненавидит. Ну, точнее как. Не то чтобы ненавидит, как он сказал, не доверяет. Хотя, недоверие, в свою очередь, может вызвать и другие чувства. Ну вот, в общем, мы ему сообщили, что мы таки являемся спектром. Он, типа, сказал, что ах вы засранцы, все-таки добились. И теперь будем уже разговаривать с остальными друзьями нашими. Меньшими. Ну, или большими. Я не помню, Гарус выше нас или примерно одного роста с нами. Все-таки чуть выше. Мои поздравления, Шепард. Слышал, вас сделали спектром. Рад, что кому-то удалось открыть Совету глаза на Сарана. Спасибо, Гарус. Я уволился из СБЦ после того, как Совет проигнорировал мое расследование. Достала вся эта политика. Похоже, кроме вас до Сарана больше никому дела нет. Я хотел бы пойти с вами. Вы турианец. Почему вы хотите избавиться от него? Я не смог доказать это в своем расследовании, но я знал, что происходит. Саран предал Совет. Он позорит нашу расу. Ну что ж, и теперь мы спокойно можем составить нашу замечательную команду из все той же замечательной команды. Боевые умения, как вы видите на данном моменте, не на самом максимальном уровне. Но, тем не менее, зато технические и биотические умения у нас-таки довольно высоки. В идеале, конечно, стоит держать с собой Тали Зора и Эшли Уильямс, как вариант. Но, не знаю. В принципе, должно хватить всего того, что у меня и так есть. Потому что вот все мои отряды... Ну ладно, подтверждаем состав. Конечно же, мы будем гонять с Гарусом и Рексом. Это самая хорошая команда, которую я когда-либо видел. Но перед тем, как мы начнем с ними гонять, мне нужно кое-что у них сделать. А именно, если я правильно помню, подготовить кое-что хорошее. А именно броню. Именно броню. Так, тебе термоброню. Отлично. Боже, как-то она печально смотрится. Регенератор щитов. Механически так. Короче, крушащий урон. Прочность. Физический предел. Скорость восстановления щита. Давайте сделаем усиленную ткань ему. Я вот даже не знаю. Ну, биотическая защита ему нужна меньше. По крайней мере, щиты ему действительно нужны чуть больше. Но настолько или чуть больше, чтобы делать настолько печальный костюм. Нет, оставлю пока ему его стандартный синенький. Что же касается Рекса. Тут ему нужно просто впаять хороший регенератор щитов. Я думаю, ему этого в принципе хватит. Рекс у нас использует, если мне не изменяет память, дробовики. А это значит, что мы должны что-то ему поставить хорошее. Например, Ятаган-3. Замечательно. Также в Ятаган мы сделаем ему улучшение. Это так. Скорострельность поглощения тепла. Плюс урон. Крупнокалиберный боевой датчик. Поставим первое улучшение. И поставим второе улучшение, которое будет делать синтетиком проникновение щитов урон. Так. Ну давайте сделаем все-таки ему вот так вот. Я думаю, это хорошо. Посмотрим, что у нас есть под нас. Нет ли у нас все еще какого-нибудь более хорошего костюма. Защита от урона, щиты и легкая броня человек. На самом деле, нам все-таки в идеале нужно носить вот эту броню. Ну, потому что здесь больше щитов и технически-биотических защит. Поэтому такое. Интерфейс первой помощи второго уровня. Восстанавливает в полтора здоровья в секунду. А какой он у нас стоял сейчас? В принципе, такой у нас он и стоит. Хорошо. На этом, собственно, пока вроде бы все. Вот наша новая команда. Выглядим мы, конечно, странно, печально. Но, блин, я надеюсь, что в скором времени я найду хороший костюм. Ну как, Валерус, получше, чем в СБЦ? Сражаться с мятежным спектром? Спасать жизни людей и при этом не соблюдать никаких правил? Тут явно лучше, чем в СБЦ. Может, для вас еще есть надежда? Да. Поговорили, как всегда, по душам. На самом деле, эти два человечка не любят друг друга, поэтому такое. Ну, точнее как, Гарусу это пофиг, а вот Рекс недолюбливает вообще всех. Уж чего говорить, как говорится, про отдельных каких-то личностей? Он, в принципе, недолюбливает абсолютно всех и вся, потому что, ну, это Рекс. Это норма. Итак, вот, у Дина посол все-таки здесь. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандии. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Я позабочусь о корабле, сэр. Я знаю, капитан. Я хочу знать правду. Почему вы отказываетесь от командования? Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме Совета. А мне пора в отставку. Давайте по-честному, капитан. Вы в долгу передо мной. Двадцать лет назад, Шепард, я был на вашем месте. Мою кандидатуру рассматривали для принятия в Спектры. Почему вы никогда об этом не говорили? А что я должен был сказать? Я бы мог стать Спектром, но я упустил шанс. У меня не вышло, капитан. Тут нечем гордиться. Когда-нибудь я расскажу, как все было. Пока вам достаточно знать, что меня отправили на задание с Сароном. И он позаботился о том, чтобы Совет отверг мою кандидатуру. У меня был шанс. Я его упустил. Теперь у вас есть возможность исправить мои ошибки. Я не подведу вас, сэр. Сарен пропал. Искать его бесполезно. Но мы знаем, что он ищет. Канал. Его геты рыскают по всему Траверсу в поисках зацепок. У нас были сообщения о появлении гетов на Ферросе незадолго до того, как связь с нашей колонией была потеряна. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарен делал на Ферросе и Наверии. Может, вам удастся найти канал раньше него? Настоящей угрозой являются пожинатели. В этом вопросе я на стороне Совета, Шепард. Таким образом, я тоже не уверен в их существовании. Но если они существуют, то канал предназначен для их возвращения. Не дайте Сарну добраться до канала, и мы предотвратим возвращение пожинателей. Я остановлю его. У нас есть еще одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У нее есть дочь, она ученый. Специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лиара, доктор Лиара Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Колонисты на Ферросе могут быть еще живы. Это ваше решение, капитан. Теперь вы спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Я постараюсь не доставлять вам больших проблем, посол. Рад это слышать, капитан. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Таким удачным образом нас только что послали на три буквы. Вообще, тот еще засранец. Что ты хочешь что-то сказать? Кто знает, кто знает. Вот, кстати, еще один хранитель, которого можно просканировать. Это предпоследний, получается, хранитель. Последний находится в неизвестном для меня месте, поэтому мы этим еще займемся. Да, капитан. Как вы? Держитесь? Шутите. Я несколько иначе представлял закат своей карьеры. Ненавижу перебирать бумажки. Остановить Сарана кроме вас некому. Давайте, Шепард. Если я должен отойти в сторону, так тому и быть. Расскажите, что случилось у вас с Сараном 20 лет назад. С тех пор прошло почти 20 лет. Посол Гойл была нашим представителем здесь, на Цитадели. Как и у Дина, она хотела, чтобы один из людей стал Спектром. И она выбрала меня. Совет направил Сарана следить за мной и за моими действиями. Точно так же, как они послали Найлуса следить за вами. Почему вы не рассказали мне обо всем? Гордиться тут нечем. У меня был шанс стать первым Спектром человеком, но я его упустил. А Саран мне помог. Думаю, у меня есть право услышать историю целиком. Мы следили за ученым, который работал на батарианцев. Он пытался организовать лабораторию по разработке нелегальных ИИ-технологий. Всю работу сделала разведка Альянса. Но Совет настаивал на присутствии Спектра. Мы нашли компромисс. Я должен был помогать Сарану в расследовании. Мы проследили перемещение ученого до очистительного завода на Камале. Он прятался где-то внутри. Его защищала целая армия батарианских наемников. План был простой. Пробираемся в здание, хватаем ученого и обратно. Быстро, тихо и по возможности без жертв. Похоже, план не удался. Мы с Сараном разделились, чтобы охватить большую территорию. Мы были уже на полпути к цели. И тут раздался взрыв. Официально несчастный случай. Но я уверен, Саран устроил взрыв специально, чтобы отвлечь охранников. Сколько жертв? Завод разнесло в клочья. Все кругом было в огне. В атмосферу попала куча токсичных веществ. Внутри никто не выжил. Рядом находился лагерь, в котором жили рабочие и их семьи. Из-за пожара и токсинов погибло 500 человек. Почти все гражданские. А Саран и глазом не моргнул. Цель уничтожена, миссия выполнена. А вся вина пала на меня. Понятно, после этого не могло быть и речи, чтобы я стал спектром. Но ведь это Саран устроил взрыв. Как ему удалось свалить все на вас? Саран написал рапорт, что операция сорвалась из-за меня. Что я привлек внимание охранников. И что из-за этого ему пришлось устроить бойню. Этого рапорта хватило, чтобы совет отклонил мою кандидатуру. Не вините себя, капитан. Да это понятно. Саран хотел, чтобы все пошло не так. Он просто искал предлог, чтобы взорвать этот завод. Может быть, он просто любит насилие. А может, пытался скомпрометировать меня, чтобы человек не стал спектром. Если так, ему удалось. Почему вы спустили ему это с рук? Кого, по-вашему, стал бы слушать совет? Меня или лучшего агента? Мне он с самого начала не понравился. Повел бы я себя по-другому. Может, и удалось бы справиться с ситуацией. Я думаю только о том, как остановить Сарана. Вы правы, капитан. Только неудачники живут прошлым. Так, ну, в принципе, мы сейчас можем узнать еще, где что было и так далее. Давайте посмотрим, на какие нам нужно планеты полетать. Собственно, в данном моменте у нас выбора всего четыре. Это Феррос, скопление Тао. Но на вере и Бейнс, и Бейнс, это, по-моему, кто-то из людей, а не выбор планеты. У вас есть какие-то сведения о колонии на Ферросе? Да вся планета один здоровый протеанский город. Практически весь в руинах, но часть инфраструктуры сохранилась. Люди пытались построить колонию на основе того, что оставили протеане. После нападения гетов мы потеряли с ними связь. Так, я, к сожалению, не туда нажал. Давайте, Шепард. Если я должен отойти в сторону, так тому и быть. Что вы знаете о скоплении Тао Артемиды? Немного. Я никогда там не был. Несколько систем с маленькими планетками. Настоящих колоний там нет. Найти там доктора Тессони будет нелегко. Мой вам совет. Ищите на планетах, где есть протеанские руины. Вы можете рассказать мне о Наверии? Это Наверия – вечное бельмо на глазу. По сути, вся планета – это полигон для незаконных исследований мегакорпораций. Аккуратней там, Шепард. Спектры – это единственная власть, которую уважают на Наверии. Но и их не любят. Что вы знаете об Армистане Бейнсе? Откуда вы его знаете? Хотя, неважно, мне всё равно. Бейнс мёртв. И уже достаточно давно. Люди, с которыми я говорила, кажется, считают, что он ещё жив. Это закрытая информация. Командование предпочитает не раскрывать её. Бейнс выполнял важное задание для Альянса. Даже я не знаю, какое именно. А потом как-то его нашли мёртвым на дрейфующем разведчике. Все подумали, что дело нечисто. Но официального расследования не было. Что вы можете рассказать мне о корабле? Я о нём почти ничего не знаю. Поговорите с адмиралом Кахоку. Тело Бейнса обнаружил человек из его экипажа. Знаете, как найти его? Последний раз он вроде был в башне цитадели. Пытался убедить совет начать расследование смерти Бейнса. Что-нибудь ещё, капитан? Ну и, собственно, насколько я помню, на этом всё. Мы можем, конечно... Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Можем, конечно, поговорить, собственно, с одним челобреком, который находится на цитадели. Но, на самом деле, это просто можно оставить в покое пока что и заняться уже нормальными делами на Нормандии. Если бы СБЦ не халя... Группа высадки приготовится. Идёт процедура дезинфекции. Круто. Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз, и из-за каких-то закулисных интриг морды никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдёт не так, ваша голова полетит следующей. Руководить миссией должен капитан Андерсон. А я чувствую себя так, словно краду его корабль. Да, с Андерсоном обошлись херово. Но вы этому помешать не могли. Так что вас никто не винит. На этом корабле все горой за вас, капитан. На сто процентов. Интерком включён. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Говорит капитан Шепард. Мы получили приказ. Найти Сарена раньше, чем он найдёт канал. Не буду вас обманывать. Задача не из лёгких. Всё началось с нападения на колонию людей в Траверсе. Но Сарен на этом не остановится. Его геты не станут отсиживаться на дальних рубежах пространства Цитадели. Совет закрывает глаза на проблему. Это неудивительно. Они не помогали нам в прошлом, и нет причин, по которым они стали бы помогать нам сейчас. Но нам не нужна их помощь. Мы справимся сами. Враг знает, что мы у него на хвосте. Армии Сарена будут ждать нас в Траверсе. Но и мы будем готовы к этой встрече. Это самая важная миссия для каждого из нас. На карту поставлена судьба всей галактики. Мы остановим Сарена любой ценой. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. Андерсон отказался от всего, чтобы я получила этот шанс. Мы не можем проиграть. Да, мэм. Ха, мы отступник. Получили отступничество всего-то из-за того, что решили сказать людям правду. Вот такие вот дела. Капитан, вам что-нибудь нужно? Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как они и говорят? Нормандия — лучший корабль флота. Если есть пилот, который знает, как с ней обращаться. Баланс довольно необычный. Приходится привыкать к тому, что в заду у нее двигатель переросток. С ним надо поосторожнее, а то мощность может вырваться из-под контроля. Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью для вас, я далеко не средний. Я хочу знать свой экипаж. Можно задать вам несколько вопросов? Я уж вижу, к чему вы клоните. Проверили мою биографию? Ну и зашибись. Я скажу вам все то же, что сказал капитану Андерсону. Я пригожусь вам в качестве пилота. Я не хороший пилот. Даже не отличный. Я просто, черт возьми, лучший рулевой во флоте Альянса. Я лучший выпускник курса летной говношколы. У меня туева хуча разнообразных поощрений. И я никогда не просил снисхождения из-за болезни. Простите, Джокер. Я даже не знала, что вы больны. То есть... То есть вы не знали? Вот черт. Ладно. У меня синдром Вролика. Врожденная хрупкость костей. Кости у меня в ногах неправильно развивались. Если приложить даже небольшое усилие, они ломаются. Ходить трудно даже с костылями и скобками. Один неверный шаг и хрясь. Все это очень драматично. Но я научился жить с этим, капитан. Дайте мне Нормандию, и я заставлю ее танцевать для вас. Только меня самого не просите встать и сплясать. Постарайтесь смирить свои садистские наклонности. Почему все зовут вас Джокером? Звучит не так пафосно, как лейтенант космических сил Альянса Джефф Морро. К тому же Джокер, он как бы и в колоде, и как бы сам по себе. Вы уходите от вопроса. Слушайте, я себе имя не выбирал. Одна инструкторша в летной школе доставала меня, что я, мол, никогда не улыбаюсь. Стала обзывать меня Джокером. Шутняком вроде как. Вот и прилипла. Расскажите мне о синдроме Вролика. Раз уж мой корабль в ваших руках, я должна знать. Ну еще бы. Это очень редкая штука. Что ее вызывает, точно неизвестно. Наверное, что-то генетическое. В принципе, можно жрать какие-то пилюльки, но полное излечение невозможно. Мой случай почти критический. Я родился с десятком переломов. Бедра, голени. То есть у меня кости ломались, ищево чреве матери. Сто лет назад я подох бы в младенчестве, но мне крупно повезло. Современная медицина превратила меня в полезного члена общества. Вы же не сломаете себе ноги, управляя кораблем? Ну, капитан, я ж не ногами управляю. Так что пока я в этом кресле, все в порядке. Хотя, чтобы встать и пойти отлить, приходится напрягаться. Я свое дело делаю не хуже, чем любой на корабле. А вообще-то и лучше. Так что расслабьтесь. Я не хочу вас ставить в неудобное положение. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Как прикажете, капитан. Как вы оказались в Альянсе? Если вы хотите послушать трогательный рассказ о мальчике-инвалиде, преодолевшем невероятные трудности, вас ждет разочарование. Моя мать была служащей, работала на Альянс по контракту. Я вырос на станции Арктур. Флоты тогда еще строились. Проторчишь столько времени рядом с кораблями Альянса, скорее всего загремишь в Академию. Ну и, собственно, на этом все. С ним пока больше поговорить нельзя. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. В любом случае, мы получаем за это опыт, поэтому болтать стоит со всеми и как можно больше. Так, штурман Пресли довольно неплохой чувак. Надо будет с ним поболтать. Поболтать, я сказал. Эй, штурман. Пресли? Окай. Так, здесь у нас кто-нибудь есть. По-моему, здесь никого нету. Кстати говоря, здесь будут проходить некоторые брифинги и прочие решения. Где-то здесь у нас находится наше любимое занятие. Это, собственно, карта галактики. Часто мы ее будем посещать, дорогие друзья. Итак, правая кнопка мыши видит там на уровень выше, левая, перейти на уровень ниже, выбрать пункт назначения, просканировать планету или приземлиться на ней. Итак, Цитадель — это огромная космическая станция, предположительно построенная давно исчезнувшей расой Протеан, являясь резидентой Совета Цитадели. Притяжение создается посредством вращения, его уровень в жилых секторах достигает комфортного значения 1,2G, а в районе Президиума снижен до 0,3G. Общая длина в раскрытом состоянии — 44,7 километра. Диаметр в раскрытом состоянии — 12,8 километров. Население — 13,2 миллиона, не считая хранителей. Общая масса — 7,11 миллионов тонн. Итак, мы на Цитадели. Собственно, в этом месте мы больше ничего не найдем, поэтому отходим еще дальше. И вот теперь можно посмотреть, что здесь еще есть. Туманная змея, как вы видите, здесь тоже никаких хрена на самом деле нету. И вот у нас есть пару интересных мест. Итак, расскажу о каждом отдельно. Здесь есть астероид Х-57, если я правильно помню. Это довольно-таки опасная миссия. На Вере. Здесь у нас тоже есть довольно хорошая миссия, на которую мы, кстати, сейчас и полетим. Потом, что у нас есть еще? Археологическая площадка Леары. Собственно, здесь мы можем найти еще одного нашего спутника. Ферос, так, Ферос, Ферос. Что-то я не помню, что у нас на Феросе. Нет, вру. На Ферос мы сейчас полетим, потому что там у нас колония. Здесь у нас единственная непереведенная DLC соответственно, но потому что она вышла после официального перевода... После неофициального перевода, да, это будет правильнее сказать. Также мы можем проверять дополнительные, собственно, планеты, которые у нас находятся везде и всюду. По-моему, больше нигде их нету, но я думаю, нам их хватит на самом деле. И давайте мы уже все-таки полетим на Ферос. Прочитаем про него заранее. Здесь есть Гаракл, точнее Геракл. Почему Гаракл, не знаю. Ферос ТС отправится в другую систему. Давайте попробуем на Геракл сначала отправиться. Я вам покажу заодно, как работает все это дело. И мы отстыковываемся. Что ж, это наш первый полет, друзья. Мы наконец-то улетаем с цитадели. Поступило сообщение. Соединяю. Нормандия. Это командование Альянса. Мы обнаружили ваше присутствие в скоплении беты Антики. Один из наших дронов наблюдения собирал информацию об активности геттов в этом регионе. Но его заметили и сбили. Вам надо спуститься и забрать модуль данных дрона, пока до него не добрались геты. Не правда ли все просто и легко? Значит, смотрите. В системе Геракл есть несколько, собственно, планет, которые можно посетить. И давайте мы посетим их все. По крайней мере, осмотрим. Зоторон. Небольшая скалистая планета, тонкий атмосферный слой, который содержит углекислый газ, сероводород. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит большей частью из серы. Встречаются залежи бора. Орбитальный период. Ну, в общем, все остальное я, в принципе, вам читать не буду. Если захотите, будете сами читать через паузу. Буду зачитывать только, соответственно, важные данные, типа вот этих. Приземлиться мы, соответственно, на эту планету не можем. Следующее. Близость активной звезды Геракл является причиной постоянных синих, фиолетовых, полярных сияний в азотно-аргоновой атмосфере Си... Эм, тву, Сииде-де. Во время сильных солнечных вспышек яркость сияний такова, что на поверхности планеты можно читать, а сами они видны на расстоянии... Что вот, что-то, кстати, можно читать на планетности. Так, на расстоянии несколько АЕ при помощи обычной оптики. Поверхность Сиидена, температура которой чрезвычайно высока, имеет высокое содержание магния, встречаются залежи железа в разветвленной сети пещер, предоставляющих защиту от теплового и радиационного излучения Геракла. Обнаружены необычайно разнообразные примитивные углеродные формы жизни. Давайте попробуем разведать ее. Итак, найден медальон. В процессе сканирования планеты Сииден вы обнаружили небольшое скопление обломков кораблей на геостационарной орбите. Благодаря дальнейшему сканированию, старшему инженеру Адамсу удалось найти несколько интересных объектов, среди которых был медальон легиединения, запрессованный в свинце. В общем, вот иногда вот так вот будем разведывать планеты, то есть даже не спускаясь на них, а просто посмотря. Так, сюда мы сейчас приземлимся, поэтому прочитаю чуть позже, а сюда, по-моему, приземлиться нельзя. Да. Азатор. Водородно-гелиевый газовый гигант, в верхних слоях атмосферы которого присутствуют серные облака. Глубже в атмосфере сформировался слой углеводородов. На неосвещенной стороне наблюдаются заметные грозовые явления. Обнаружен тяжелый металл. В процессе сканирования этой планеты вы обнаружили на ее спутнике крупное месторождение золота. Это полезно, потому что при разведывании чего-либо мы получаем плюшки различные. Первая наша миссия, соответственно, будет здесь. Внимание! Опасность токсичных веществ первого уровня. На первый взгляд кажется, что элитания чрезвычайно хорошо подходит для колонизации. К сожалению, внешний вид впечатления обманчивая. Планета покрыта зеленым слоем мхов, лишайников и водорослей и окружена толстым атмосферным слоем, содержащим кислород. Однако, животное царство предоставлено в виде микроскопических симбиотических организмов, которых невозможно отделить от воздуха и которые необходимы для существования экосистемы. К несчастью, при вдыхании представителей чрезвычайных форм жизни они вызывают анофилактический шок. Другими словами, заселение требует пребывания в герметичных защитных костюмах либо замены экосистемы всей планеты. Было также предложено органическое заселение на высотах, недоступных для этих организмов, либо в места, где чистота воздуха обеспечивается благоприятными ветрами. Что ж, спускаемся вниз. Итак, выбираем стандартный уже для меня отряд. Подтвердить состав, конечно же. И спускаемся на планету. Это будет наша первая мими-миссия. Можем пострелять. В принципе, что угодно можем делать. Здесь у нас все очень классно и хорошо. Насколько я помню, даже можем чиниться 22 раза. И наша основная задача будет просто на этой планете найти что-нибудь полезное, пригодное для изучения. Не больше, не меньше. Вот такие вот пироги. Поворачивайте назад, капитан. Вы выходите за пределы района операции. Как видите, нас ограничивают. Поэтому куда-то уехать, где ни черта нету, мы в принципе не сможем. То есть мы, конечно, сейчас этим и занимаемся. Но я думаю, что прям совсем куда-то уехать у нас в любом случае не получится. Так, что у нас есть? У нас есть вот такой ховер довольно веселый, на котором мы можем кататься. Последствия он будет, по-моему, проапгрейжен. Но уже имеется в виду в других частях, а не конкретно в этой. И поэтому здесь мы, кстати, по-моему, ничего не обнаружим. Попробуем покататься по горкам. Перевернуться мы вроде бы даже не можем. Единственное, что мы можем сделать, это получить некий урон. Но и не более того. Поэтому особых проблем у нас в Робе даже не возникнет. Итак, вот мы что-то нашли. Хороший выстрел. Эта тварь сама напросилась. Ну, вы поняли, да? Ну, то есть мы убили маленькое животное, получили отступник. В принципе, мы можем так прокачать отступника, как нефиг-нафиг. Но я думаю, не будем это делать. Все-таки мы герои, все дела. Но обезьянка действительно сама напросилась. Хотя, кто мне теперь поверит? Ладно. Что мы можем теперь делать? Смотрите. Вот там, по-моему, есть еще одно поселение небольшое. Если я правильно, конечно, помню. Или что там у нас есть-то. В общем, нам нужно изучать все вот эти вот месторождения, места и прочую фигню. Месторождение золота, например, вот у нас есть. Так вот, я единственного, чего я не помню, это как выходить из этой проклятой машины. Ага, на Кью выходить. Хорошо. Искать полезные ископаемые. Как вы видите, искать мы будем все с той же простой штукой, что и раньше. Обнаружен тяжелый металл. Вы обнаружили крупное месторождение золота. Что дает нам кучу опыта, в принципе, и всего остального. Для управления транспортным средством используйте обычные клавиши. Нажмите пробел, чтобы включить реактивный двигатель. Нажмите, чтобы вернуться на корабль неисследованной планеты. Так, кнопка, чтобы выстрелить из пушки. Но, в принципе, нам это вообще, по идее, должны были рассказать изначально, а не после того, как мы все это дело уже сделали. Ладно, спускаемся ниже. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Что-то вот там вот у нас действительно есть. Сейчас мы туда сгоняем. Перед этим, я думаю, попробуется смотреть чуть-чуть подальше. Вот там зоны. В принципе, мы можем вот так вот прицеливаться, например. Вот так подлетать. Я думаю, это довольно удобно. Так что все хорошо. Если я правильно помню, то больше здесь, по-моему... А, нет, здесь все-таки что-то есть. Обломки какие-то вот здесь. Аномалия какая-то тут. Отключенный разведзонд, соответственно, здесь. Так что давайте сначала к зонду. Потом к аномалии и к обломкам. В принципе, надо было изначально включить карту. Тогда бы нам не пришлось ничего искать. И все было бы круто. Ну, извините, ребята. Я забыл про карту. Как-то, как говорится, выпало из головы. Чуть-чуть. Самую малость. Так, если я правильно помню... Да, вот он вот там вот лежит. И, в принципе, мы его можем отсюда захватить. Так. На ровной поверхности мы высадились. Здесь у нас... Существо, похожее на обезьяну, скрылось с модулем данных. Судя по всему, мы не ищем легких путей. Показывайте путь. Так. Ну что ж, нам нужно найти существо, похожее на обезьяну. Оно показывается нам где-то в той стороне. Соответственно, но... Куда мы сейчас, как говорится, и поедем. Как вы помните, эти гады скрылись вот там. Поэтому приходится к ним снова ехать. Сейчас будем, короче, мочить обезьянок. Так. В принципе, особых проблем у нас вроде бы нету. Так что давайте просто выйдем у этих обезьянок. Так. Ни у одной обезьяны можно... Можно найти, в общем, модуль обезьяны. У какой-то обезьяны, по идее, должен быть модуль. Ну, я на это надеюсь. Потому что убивать их, в принципе, лишний раз не хотелось бы. За это мы получаем, конечно, очки отступника. Но они нам, в принципе, не так сильно не нужны. Ладно. Теперь у нас на карте отмечаются все места, где есть обезьянки. Давайте. Нам придется все их просмотреть. Здесь, где-то в одном из этих мест у нас будет с вами... У нас будет с вами все-таки веселый разговор. Ладно. Нам в любом случае ехать в эту сторону. Можно вот так вот весело отлетать. Ускорение самого по себе, как там написали, что типа нажмите и будет ускорение. На самом деле мы не ускоряемся, мы просто подлетаем. Хотя со стороны это выглядит смешно. Впрочем, если мы подлетаем на какой-то горке и потом врубаем вот эту штуку, то как раз получается очень даже классно. Так, вот там у нас довольно большое скопление золота. Это хорошо. Ну, типа такого. Ладно. Где-то здесь должны быть обезьяны. Вон у нас, я их вижу. Так. Я надеюсь, мы доехали. Вроде бы, да. Припаркуемся. Отлично. И бежим исследовать обезьянок. У обезьяны нет модуля. Достаточно просто прокликать их. У обезьяны нет модуля. При нахождении модуля у обезьяны мы, естественно, спокойно все это дело... У обезьяны нет модуля. Спокойно все это дело найдем. Ну, я надеюсь. Мне бы очень хотелось этого. Ладно, здесь тоже, собственно, нихрена нету. Поехали в другое место. Смотрим, где ближайшее скопление обезьянок. И едем в ту сторону. Наверное, лучше будет проехать через вот этот край. Я думаю, что это самое логичное путешествие, потому что нам все равно придется объезжать там местами. И лучше исследовать каждую планету отдельно. И, в принципе, я думаю, что это имеет некоторый смысл, хотя серия получится, скорее всего, довольно долго. Но зато мы вылетели, наконец-то, с цитадели. И вы увидели хоть что-то новое. Плюс мы поездили на машинке, что не может не радовать. Не всегда будет миссии, где мы будем только ездить. Будут миссии, где мы будем и кого-то атаковать, например, избавляться от гетов. Взрывать какие-то колонии, как вариант. Много чего интересного будет. Так. К сожалению, во второй части, кстати говоря, по-моему, или в третьей, уже не помню, эту штуку убрали. То есть, в какой-то из частей мы, по-моему, уже не будем так активно посещать планеты, а будем заниматься всякой ерундой. Вот такие вот дела. Так, что у нас... Что у нас здесь? Здесь у нас следующее. Помимо обезьянок, здесь что-то еще расположено. Да, у обезьянки нет модуля. Все дела. И мы видим какую-то непонятную хренатень, в которую, кстати, можем войти. Уровень опасности растет То есть каждый раз, когда мы проходим По вот этой кислоте Опасность у нас возрастает Как вы понимаете, дорогие друзья Мы сейчас с вами приближаемся к тому месту Где нам могут дать люлей Поэтому, естественно Так, это снайперская винтовка, берем обычную И пошли проверять обезьянок Пока что модуль мы не нашли Так, панцелин взяли, отлично Ручное открытие Отлично Так, ураган, боженатель, гладиатор Переработать, взять, конечно, взять Все, абсолютно все Так, бежим дальше И смотрим Где-то в любом случае здесь должно что-то быть Квестики такие лучше выполнять Мы видим с вами обезьянок Также, помимо прочего, мы видим Что здесь что-то все-таки Криогенные камеры какие-то Которые будут замораживать Также просто камеры, которые будут взрываться, например И это не очень круто Взять, конечно, все взять Потом посмотрим Потом посмотрим, что у нас есть интересного Потому что пока что мы ничего такого не нашли Здесь всего Раз-два и обчелся обезьянок Но проверить надо всех Ручное отключение, естественно Успели мы это сделать довольно быстро Взять панцелин, взять экспириенс Взять все, что нам нужно, помимо Естественно, найти обезьянку Замечательно И найти дальнейший выход отсюда В данном случае он вот здесь вот Есть их даже два У обезьяны нет модуля Так, этот спуск ведет вниз А этот куда ведет? А этот по прямой Давайте сначала по прямой Потом спустимся вниз У обезьяны нет модуля Вот, мы у обезьяны модуль не нашли Вот, замечательно, видите Мы нашли легко и просто Модуль данных Без каких-либо-то особых проблем А теперь пойдем вниз Посмотрим, что там может быть еще Кстати, не все и не всегда бывает так просто Например, вот здесь мы встретили с вами Замечательных гетов А Шепард тем временем получил люлей и умер Замечательно, друзья мои Замечательно Продолжим с последней точки сохранения Которая была, скорее всего, в хрен знает Твою мать, когда Вот поэтому тут и надо сохраняться Ладно, увидимся в следующей серии Когда я дойду до обезьянок И снова найду этот гребаный модуль Ну, а сегодня всем спасибо И всем пока, дорогие мои друзья Удачи в новых сериях Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok